Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачной Радости со Светланой. Сегодня я расскажу о второй прищипке петунии и обо всём, что касается ухода за петунией в этот период роста. Ровно две недели назад я делала свою первую прищипку. Ровно две недели назад. Сегодня у нас 10 апреля, а делала я её 27 марта. Петунии выглядят очень по-разному. Есть голенастые, несформированные. Дело в том, что с некоторых петуни я ещё хочу взять черенки, и поэтому дала им перерасти. Честно говоря, ещё из-за недостатка времени. Вот неплохо сформированная петуния после прищипки. У неё был убран центральный проводник. Вот видно место. И тем не менее тут всё закрылось. Кстати, сразу хочу сказать, что считается, что лучше не убирать центральный проводник. Могу вам сказать, что вот сколько я выращиваю петунию, всегда убираю. И никаких лысин не бывает, потому что при правильном прищипывании обязательно это место закрывается. Конечно, если центральный проводник не тянется, зачем его прищипывать? Но если он тянется, его лучше прищипнуть, и он закроется боковыми ответвлениями. Вот всё здесь прекрасно. Это шок дыни петуния. Но посмотрите, если посмотреть внимательно, то на кончиках уже начали формироваться цветоносы. Что ни в коем случае нельзя делать в период роста рассады, чтобы петуния давала цветки. Потому что она с вегетативного роста перейдёт на цветение. И всё на смарку пойдёт. Потому что она перестанет расти. Поэтому цветочки нужно выщипывать обязательно. А лучше не цветы выщипывать, а прищипывать точку роста. То есть на те же 2-3 междоузлия петунии вот таким образом прищипывать все. И сразу они и цвести не захотят, а начнут образовывать следующие цветочные, вернее боковые ответвления, и станут ещё кудрявее и красивее. Но далеко не все петунии так выглядят. Есть очень много петуний, которые неравномерно развиваются. Например, есть черенки длинные, такие, а есть внутри. Посмотрите, вот отросточки, они вон маленькие, они не растут. И, казалось бы, центральный стебель открыт. И это некрасиво. Но это всё абсолютно закроется. То есть нужно сейчас прищипнуть верхушки у вот этих вот боковых ответвлений наиболее сильных таким образом, чтобы на 2-3 междоузлия они начали делать, формировать боковые ответвления. Боковые ответвления из оставленных вот этих листочков. Вот здесь вот сформируется рядом с этим пенёчком новый боковой побег. И он своей верхушкой закроет. И петуния будет сформирована тоже шариком. Очень гармонично. Есть переросшие, конечно, вот такие растения. Это типа тайдала, вейвы. Тоже очень быстро растут. У них нужно будет сильно прищипнуть. И примерно вот чуть подальше, чем на уровне конца краешка стакана прищипнуть. Я не буду сейчас это делать, чтобы не перепутать черенки по сорту. Вот такая вот. Видите, как? Вот прям вот так вот всё я прищипну, всё уберу. И петуния будет снова образовывать боковые побеги. И закроет все вот эти вот видимые пенёчки от ранней прищипки. Та прищипка, которая была сделана 2 недели назад, она привела к тому, что вот пошли такие прекрасные боковые ветви, которые нужно обязательно прищипнуть просто вот таким образом, да, либо взять черенок. И эта прищипка не даст петуньи. Вот здесь тоже уже идёт формирование цветка. Это раз. Во-вторых, эта прищипка вызовет дополнительное ветвление. И эта петунья приобретёт такой вид хорошо сформированного шарика. Для того, чтобы петунья росла равномерно, вот видите, что-то больше освещалось, длиннее получается черенок, меньше освещалось, меньше черенок. Для того, чтобы петунья росла гармонично, нужно обязательно сделать расстановку для того, чтобы она равномерно освещалась. Сейчас. Далее нужно её поливать вовремя. Посмотрите, корневая система очень хорошая. И, в общем-то, пока ещё, конечно, есть земляной кум для того, чтобы его осваивать дальше. Но для того, чтобы она не теряла рост, её нужно постоянно подкармливать. Петунья очень прожорливая, очень прожорливая. И, значит, вообще в идеале вот её нужно постоянно переваливать. И тогда она идеально будет формировать свой вот этот шарик, на котором будет очень много цвета. Подкармливаю петунью я в этом году удобрением Бонафорта, которое соединяю с Байкалом. Вот. Бонафорта я беру в Фикс Прайсе. Либо в любом садовом магазине продаётся Бонафорта готовая, но она около 200 рублей, а в Фикс Прайсе этот же объём за 59 рублей. И то же самое удобрение они выпустили для Фикс Прайсов. Кроме Байкала я всё-таки думала, думала, купила живое удобрение от биокомплекса БТУ. В Байкале 8 видов разных микроорганизмов, здесь побольше. Вот фосфат-мобилизаторы здесь есть. Вот эти два удобрения, они мобилизуют фосфор, калий и азот в почве, фиксируют его, укрепляют иммунитет, улучшают вкусовые качества. улучшают пышность цветения. Я поливаю смесью 3 мл байкала или живого удобрения плюс 3 мл жидкого бонафорта на 1 литр воды либо 1 грамм сухого удобрения на 1 литр воды. То есть 1 грамм сухого плюс 3 мл либо байкала, либо жидкого удобрения. и то же самое, только если жидкая бонафорта, то 3 мл плюс те же 3 мл либо байкала, либо живого удобрения. вот такой в общем-то совершенно несложный уход. Питуньи нужен свет, тогда она не будет тянуться и лучше будет развиваться равномернее. Питуньи нужно питание, питунью нельзя переливать, ее лучше пересушить. Она это гораздо терпимее вот к этому относится. и конечно же вот при возможности такие большие уже растения желательно ну хотя бы через недельку другую уже перевалить в больший объем. Я например это делаю я выращиваю питунью не в кашпо а в вазонах и ограничиваю в вазоне внутри объем чтобы не переваливать 10 раз. Об этом есть у меня видео на канале и потом убираю этот ограничитель объема и корни питуньи разрастаются дальше. Хороший прием мне понравился в прошлом году уже скоро буду готовить грунт в вазоны несмотря на то что апрель месяц и одну сторону теплицы в которой высаживаю перцы и огурцы я буду расставлять вазоны и потихоньку в вазоны питунью высаживать. Вот такие принципы формирования. главное убрать цветки и обрезать так чтобы питунья смотрелась гармонично во всех направлениях гармонично развитой чтобы не было кособокости какой-то у питунья она очень быстро набирает эти отводки дополнительные очень отзывчивое растение прекрасное вот и все что я хотела рассказать про вторую прищипку можно делать и третью прищипку но вот как-то я обычно обхожусь двумя прищипками только если какой-то отводок идет негармонично есть необходимость прищипнуть и что-то откорректировать в развитии а так в общем-то вполне достаточно двух прищипок по моему опыту всего доброго вам друзья всего самого наилучшего будьте здоровы и красивых вам цветников по моему